Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня снова пойдет речь о борьбе с фитофторой, именно народными средствами, потому что вот у меня уже много-много завязей. Я обрабатываю, профилактически делаю обработки, и многие интересуются этими обработками. Вот когда я выложила видео про использование томатной ботвы, Светлана спросила, а можно ли как-то использовать чесночные стрелки, потому что очень много этих вот стрелок чесночных мы обламываем, они сочные такие, мясистые, как бы их использовать. Конечно, Света, вот именно чесночная настойка, это самое такое давно известное традиционное средство борьбы с фитофторой. И из всех народных средств, вот самыми сильными противогрибковыми действиями обладает именно чеснок. Он содержит фитонцины, которые убивают споры фитофторы и на томатах, и на картофеле, опрыскивают все культуры, которые могут заболеть. И вот именно правильно приготовленная чесночная настойка, это лучший органический метод профилактики борьбы с фитофторой. Вариантов в интернете много. Разные даются дозировки, разные рецепты. Вот самый распространенный, это 200 грамм чесночной кашицы. А кашица, это не только чистые зубчики. Это вот могут быть как раз и ваши стрелки, которые вы обламываете. И вот такие вот, вот я сейчас выдернула, чтобы показать вам. Весной встречается вот такой чеснок, который в том году, например, забыли, какой-то падалишный всякий. Может, могут быть и вот эти вот, даже вот эти листья, и вот это вот все, если тщательно помыть, главное, чтобы он был сочный и свежий, не засохший. Все это идет, особенно вот эти стрелки, бульбочки, все-все-все. Вот из этого или блендером, или на мясорубке мы готовим чесночную кашицу. Потом заливаем водой примерно 2 литра, ну 2-3 сутки стоит. И все это отсидеть, ну через марлю или через какую-то ткань, отжать, весь этот жмых выбросить, очистить вот этот раствор на 10-литровое ведро воды и опрыскивать. Опрыскивать и листья, и плоды, и низ, там эти стебельки все. Прекрасное противогрибковое средство. Раз в 10 дней зайдете в теплицу или там в открытый грунт, сделайте опрыскивание, и это считается прекрасной профилактикой. Но если для лечения, если уже первые признаки фитофторы, то концентрацию нужно увеличивать. Тогда уже эти 200 грамм всего на 4 литра воды можно 30 минут подержать, если вам надо быстро отжать все это, добавить немного мыла, для того, чтобы прилипало хорошо, если вы уже заметили первые признаки фитофторы, и опрыскивать. Запомните, профилактика, меньшая концентрация, 200 грамм чесночной кашицы на 10 литров, лечение, большая концентрация, эти же 200 грамм, то есть полный стакан перемолотого чеснока, хоть это листья, хоть это стрелки, хоть это дудки, зубчики на 4 литра, все. Рецептов очень много, есть даже рецепты, я видела в интернете, полтора килограмма вот такого же чеснока на 10 литров, но это, конечно, я не знаю, у кого столько чеснока килограммами есть, в это время его нет столько, старый мы уже съели, новый еще молодой, еще вроде маленький. Но запомните, что все народные средства, любые, они более мягкого действия, чем фабричные фунгициды. Вот если хом, медь содержащий, им всего 2 раза за сезон достаточно обработать, и болезней не будет, это уже как, уже проверено, что почти никогда после обработки медь содержащими нет болезни, то эти вот опрыскивания чесночные нужно делать в течение всего сезона, через 10 дней, вот раз опрыскали, потом еще раз опрыскали. Если в открытом грунте, то зависит, как часто идут дожди, когда вы обрабатываете до дождя или после, раствор хорошо быстро смывается, и ни одно народное средство, еще раз повторю, в том числе вот это чесночное опрыскивание, не дает нам гарантию, что фитофторы не будет вообще. Просто мы это делаем, конечно, потому что профилактикой надо все равно заниматься, а вдруг вот это одно-два опрыскивания лишний раз поможет нам отодвинуть как можно дальше вот начало фитофторы. Если есть лишний чеснок, делайте, хуже не будет. Вот это видео для Светланы, которая спросила, как использовать чесночные стрелки. Чесночные настойки – лучшее народное средство для профилактики фитофторы. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Все о томатах, о том, как предотвратить эту коварную болезнь, как сделать, чтобы урожай отдали наши томатики нам полностью. Желаю всем успехов, чтобы болезней вообще не было, и были очень вкусные плоды и очень много. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok